К событиям в мире. Пятеро мигрантов погибли у побережья Франции. Они пытались добраться до Великобритании. Около сотни человек удалось спасти. Такой ажиотаж связан с тем, что англичане приняли закон о депортации беженцев в Руанду. Подробности расскажет Лаура Нурлан. На борту переполненной лодки находились около 110 мигрантов. Недалеко от берега заглох двигатель и несколько человек упали в воду. Трое взрослых и семилетняя девочка погибли. Их тела обнаружили на севере Франции. Глава береговой охраны сразу направил на помощь потерпевшим патрульный катер. Французские военные морские силы заметили в лодке несколько человек без сознания. Несмотря на реанимацию, их не удалось спасти. Лодки очень низкого качества, с недостаточной мощностью и без спасательных жилетов для всех пассажиров. Это увеличивает риск повреждения и затопления. По данным местных СМИ, в связи с этой трагедией арестованы трое мужчин. Их подозревают в содействии нелегальной иммиграции. К тому же в лодку, рассчитанную на 50 человек, в итоге сели вдвое больше пассажиров. На этой неделе Великобритания, чтобы попытаться предотвратить такие опасные путешествия через пролив, приняла закон о депортации просителей убежища в Руанду. Мигранты смогут остаться в африканской стране во время ожидания обработки их заявок. Первый рейс отправится через 10-12 недель. Это, конечно, позже, чем мы хотели, но мы всегда знали, что процесс займет время. Многие правозащитники называют закон бесчеловечным. С этим согласны и в Организации Объединенных Наций. Два лидера ООН снова забили тревогу по поводу пагубного воздействия, которое это окажет на долю глобальной ответственности, права человека и защиту беженцев. Они призывают правительство Великобритании пересмотреть свой план и вместо этого принять практические меры по решению проблемы незаконных потоков беженцев и иммигрантов на основе международного сотрудничества и уважения прав человека. В самой Руанде местные не против этого закона и видят в этом возможности. Мы очень благодарны за прием иммигрантов из Великобритании, потому что это поддержит развитие страны. В истории Руанде у нас было больше беженцев в результате геноцида Тути, и мы получили помощь от соседних стран. Мы поддерживаем их, потому что искренне понимаем. В правительстве Великобритании отметили, что закон гуманный. В этом году в страну уже прибыли более 6 тысяч просителей убежища. Лаура Нурлан, Айжан Успанова, Первый канал Евразия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова